Сегодня глава Чувашии Михаил Игнатьев подписал указ. В нем предусматривается комплекс мер, направленный на обеспечение дальнейшего повышения заработной платы в организациях Чувашии. Отмечено, что она не может быть установлена ниже величины прожиточного минимума для трудоспособного населения республики. В работу по реализации указа должны включиться все органы исполнительной власти, органы местного самоуправления, работодатели. Напомним, что главу региона поставлена задача довести уровень среднемесячной заработной платы в Чувашии до 30 тысяч рублей к 2020 году. Предприятия электрокластера продолжают увеличивать производственные объемы, планы наращивания инновационных проектов. Перспективы научно-производственного комплекса ЭКР сегодня обсуждали в Доме правительства. Глава Чувашии встретился с руководителями предприятия. Спрос на продукцию ЭКР растет каждый год. Сказывается и реализуемая в стране национальная программа. Заместить импортные поставки – задача, которую ставит президент России. Микропроцессоры из Чебоксар сейчас реализуют крупнейшим корпорациям страны. Все выпускаемые устройства испытывают в специализированном центре. Проектный центр тоже зарегистрирован в Чувашии, который реализует проекты различной степени сложности, как с нашим оборудованием, так и с оборудованием других производителей. И недавно мы выделили тоже управляющую компанию. Это предприятие, которое управляет объектами недвижимости, то есть помогает нам реализовывать строительные какие-то вещи. Для предприятий, производящих электронику, рынок открыт. Сейчас делается ставка на инновации. Один из перспективных проектов – цифровая подстанция. В его реализации участвуют и предприятия ЭКР. Вот сейчас первый замминистра экономики приезжал, насмотрели как раз распределительные устройства на 110 кВт. Практически уже нетреление защиты, все в автоматическом режиме. По-другому это уже цифровая подстанция, которая в реальной работе уже работает. Поэтому огромные слова благодарности всем тем ученым, разработчикам, всем тем дружинникам, которые работают на вашем предприятии. Предприятие продолжает наращивать экспортные поставки. В следующем году планируют открыть представительство за рубежом. Республика Армения на сегодняшний день с нами решила реализовать проект, который позволит нам использовать именно армянские мощности. Мы там строим производственные площади, там больше тысячи квадратов. На открытии, кстати, планируется открытие с участием первых лиц республики. Впереди немало новых планов. Этот год научно-производственный комплекс завершит с прибылью, отмечают его руководители. Дмитрий Ковалев и Сергей Адушкин. Республика.